Саламас Тармакруми Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Я начинаю свой очередной прямой эфир и сегодня я хотел бы рассказать о планах Нусултана Назарбаева на 2019 год. Эти планы выработаны были давно и если вы проанализируете все то, что я скажу, то вы поймете, что весь семнадцатый восемнадцатый год и часть даже шестнадцатого года Нусултан Назарбаев вел подготовку к тому, чтобы вести во власть свою дочь Даригу Назарбаеву и в семнадцатом году были приняты ключевые поправки, провести выборы досрочные президента и назначить президентом Казан Казахстана Даригу Назарбаеву. В прошлом году, в декабре, мы через различные социальные сети озвучивали, что подготовлена целая команда различных фейков представителей власти, которые будут работать на реализацию этой задачи. И 26 декабря представитель нашего политического движения демократический выбор Казахстана Жанна Ботта озвучила, что будут различные фейки и различные лица стремиться создать напряженность межнациональной. Это было именно на ее фейсбуке 26 декабря. На ее аккаунте было четко написано, что этот конфликт будет разожжен не в Алматы, не в Астане, а в каком-нибудь регионе Казахстана. Собственно, если теперь следовать тому, что был написан этот комментарий, вы можете обратить внимание, что буквально через, меньше чем через неделю, был раскручен конфликт, который произошел в Караганде, где в одном из ресторанов в результате бытовой драки был убит гражданин Казахстана. Таких событий в Казахстане у нас происходит немало. Очень громко известное событие было летом с нашим известным фигуристом Теном в Алматы. Был очень сильный общественный резонанс, и вы понимаете, что таких событий происходит немало в нашей стране. И, конечно, наши граждане правильно требовали и требуют от правоохранительных органов, чтобы было объективное расследование. Как показывает практика, если наши граждане не проводят именно такое серьезное давление на Министерство внутренних дел, зачастую такого рода преступление спускается на тормоза, люди выходят из тюрем или им даже не предъявляется обвинение, они, эти преступники, откупаются. И, собственно, в Караганде произошло так, что наши граждане потребовали от МВД, чтобы было проведено объективное расследование. Но шаг за шагом эта ситуация была властями так инспирирована, так построена, что многие восприняли это как межэтнический конфликт. И потому как наши правоохранительные органы никаким образом не мешали развиваться этому конфликту, более того, способствовали, разжигали. Различные блогеры приезжали в Караганду и все время раскручивали именно этот конфликт как межнациональный. Все это привело к тому, что у многих стало это событие восприниматься как попытка фактически формирования межнационального конфликта. Даже были вовлечены некоторые журналисты из Армении и других стран, которые комментировали те или иные события именно в том ключе, который выгодно в власти. Почему выгодно в власти? Потому что Назарбаев здесь хочет выступать в роли отца и лидера нации, которую он себе просто присвоил и выглядеть примирителем разных национальных групп, которые живут в Казахстане. Именно таким образом. Именно таким образом затем он хочет выглядеть, что он является единственным гарантом стабильности и спокойствия Казахстана. Именно таким образом он хочет тех людей, которые с недоверием относятся к нему, которые уже 30 лет у власти и не привел нашу страну к процветанию, таким образом используя этот межэтнический конфликт искусственный, созданный властью, он таким образом хочет даже таких людей, которые выражают к нему отрицательные отношения, перетянуть на свою сторону. Вот собственно в чем суть раскачки именно в такой форме со стороны власти. И это делается для чего? Для того, чтобы добиться необходимого количества сочувствующих, поддерживающих, которые бы голосовали бы за ту кандидатуру, которую озвучит Нусултан Назарбаев. Дело в том, что начиная приблизительно с лета прошлого года, я довольно часто выступал с позиции о том, что наступила ситуация, когда Нусултан Назарбаев хочет вести во власть свою дочь Даригу Назарбаеву. Он ее заранее вел своим указом, сделал сенатором, затем председателем комитета по обороне. И у многих, наверное, сложилось впечатление, что Нусултан Назарбаев ее назначит председателем сената, сделав фактически вторым человеком государстве после Нусултана Назарбаева. Потому что по конституции Казахстана председатель сената в случае утраты дееспособности главы государства является вторым человеком государства, который будет исполнять позицию, должность и занимать должность президента республики Казахстана. Но практика в Узбекистане показывает, что зачастую именно председатель сената, не имея прямые рычаги влияния на власть, а именно на правоохранительные органы страны, отстраняется от власти. Так было в Туркмении, так было в Узбекистане. И поэтому очевидно, что Нусултан Назарбаев решил назначить Даригу на должность президента, вручив ей прямые властные полномочия. И поэтому был фактически в прошлом году летом принят окончательно закон, конституционный, который наделяет руководителя национальной безопасности страны статусом высшего президента. Именно Нусултан Назарбаев теперь по новому закону обладает пожизненным статусом быть председателем Совета национальной безопасности и фактически все силовые службы страны будут подчиняться ему, включая даже представителей, руководителей двух палат парламента страны. И поэтому, законодательно создав возможность, находясь на этой позиции, руководить страной, Нусултан Назарбаев решил назначить Даригу Назарбаеву президентом страны. И я сейчас хочу всем вам пояснить, чтобы вы понимали, что тайная инициатива власти, работа средств массовой информации, обработка общественного сознания все время будет направлена во имя реализации одной единственной цели в этом году, а именно передачи и подготовка вхождения во власть именно на позицию президента Казахстана Даригу Назарбаеву. Я хотел бы вам напомнить, что в декабре прошлого года средства массовой информации растиражировали якобы слова Назарбаева о том, что досрочных выборов не будет. Я так понимаю, что это ответ Нусултану Назарбаеву мне на мой комментарий, позицию, что он проведет досрочные выборы президента именно не позже весны этого года. Хотя, если вы посмотрите на видео все, что сказал Назарбаев, он говорил расплывчато, не было четкости, он четко не сказал, что досрочных выборов президента не будет, но средства массовой информации своими заголовками, текстами так откомментировали, что у вас сложилось впечатление, что да, досрочных выборов президента не будет. Я сейчас хочу вам аргументировать, показать, что на самом деле досрочные выборы президента будут. И я объясню почему. Дело в том, что средства массовой информации выдали следующую информацию, что якобы Нусултан Назарбаев будет президентом до декабря 2020 года. И якобы Назарбаев интерпретировал это следующим образом, что до настоящих выборов регламентированных законов два года, поэтому о чем говорить, когда подойдет срок, тогда и поговорим. Хотел бы вам напомнить, что существующий закон говорит, что выборы должны проходить в декабре. Так вот, с учетом того, что Нусултан Назарбаев именно в апреле 2015 года стал президентом страны, то окончательный срок нахождения его во власти истекает именно в апреле 2020 года. То есть выборы в декабре 2020 года не могут состояться, потому что тогда получится, что он около 8 месяцев 2020 года будет нелегитимным президентом, потому что по закону президент может находиться у власти ровно 5 лет. Это значит, что в конец апреля 2020 года наступает 5-летний срок. И тогда очевидно, что выборы должны состояться раньше, чем в апреле 2020 года. А с учетом того, что закон гласит, что выборы должны проводиться в декабре, то по существующему закону выборы не могут пройти позже декабря 2019 года. Мы сейчас живем в 2019 году, значит, по существующему законодательству выборы должны пройти не позже декабря 2019 года. Но давайте мы проанализируем практику, реальность, которая была при правлении Нусултана Назарбаева. Я хотел бы вам напомнить, что он 30 лет находится у власти, 30 лет напрямую руководит Казахстаном, занимая высший государственный пост страны. И поэтому мы, конечно же, за 30 лет имеем богатую практику, которая позволяет нам сказать, будут досрочные выборы или не будут. Так вот, если мы возьмем, просто зайдем в Википедию в интернете, то мы увидим, что первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Нур-Султан был назначен в 1989 году. Тогда была союзная так называемая Республика Казахская ССР, сокращенно КАЗ-ССР. Затем, 24 апреля 1990 года, когда еще был Советский Союз, была КАЗ-ССР, Назарбаев был решением Верховного Совета КАЗ-ССР, то есть депутатами того времени, избран президентом КАЗ-ССР. Более того, обратите внимание, он был не избран народным, он был избран депутатами, депутатами Советского Союза. Следующие выборы, как бы всенародные, прошли 1 декабря 1991 года. Хотел бы вам напомнить, что 1 декабря 1991 года Казахстан не был независимой республикой. В декабре 1999 года Казахстан назывался Казахской ССР в составе Советского Союза. Но хочу вам еще раз напомнить, что к 1 декабря 1991 года Советского Союза уже не было. Из состава Советского Союза вышли Балтийские государства, Эстония, Литва, Латвия. Из состава Советского Союза вышли почти все союзные республики. То есть не то, что почти, все вышли. Когда я говорю почти, я имею в виду, что не вышел только Казахстан в лице в то время руководителя Нурсултана Назарбаев. Вот представьте себе, что 1 декабря 1991 года в Казахстане проходят выборы президента Казахской ССР. СССР, который отсутствует, во-первых, то есть нет такого объединения, как Советский Союз. Все вышли из него и проводятся выборы президента Каз СССР. Республика, которая юридически не существует. И, как известно, выборы всегда проводятся на альтернативной основе, когда есть разные кандидаты. Так вот, 1 декабря 1991 года был единственным кандидатом без альтернативы Нурсултан Назарбаев. И, конечно же, несуществующая республика Казахстан, граждане ее несуществующей республики проглазовали за должность несуществующей страны. 1 декабря 1991 года. Затем, 10 декабря депутаты несуществующего государства Каз СССР, потому что СССР не было, принимают решение переименовать Каз СССР в республику Казахстан. То есть, именно 10 декабря 1991 года депутаты несуществующей страны Каз СССР переименовывают Каз СССР в республику Казахстан. Собственно, вот то название, которое сейчас на данный момент существует. И только 16 декабря султан Назарбаев озвучивает позицию, что Казахстан объявляет о своей независимости. То есть, он объявляет о независимости Казахстана от Советского Союза, который уже несколько месяцев ранее прекратил свое существование юридически и формально. И из состава этого объединения Советский Союз вышли все союзные республики. Вот, собственно, правда. Вот теперь смотрите, 1 декабря, но султан Назарбаев назначает себя фактически президентом несуществующей страны Каз СССР, который уже отсутствовал в составе Советского Союза. Теперь давайте поймем, как же у нас проходили вообще выборы президента. Теперь, в 95-м году, ну султан Назарбаев проводит так называемый всеказахстанский референдум. Хотя должны были проходить выборы, но выборов не было. Два парламента предыдущих были разогнаны, ну султан Назарбаев, и проводится не выбор, а референдум. На этом референдуме его полномочия продлены до 2000 года. Что мы в итоге получаем? На самом деле он все это время управляет страной, и в 98-м году осенью объявляет о досрочных выборах. Досрочных выборов, которые должны состояться в январе 1999 года, 10 января. И при этом получается, что если выборы должны были состояться в 2000 году, он за два года до тех самых выборов, которые были определены итогами референдума, референдума, он объявляет досрочные выборы за два года. До этих выборов, вы знаете, широко распространено видео, в котором султан Назарбаев заявлял, что он не железный, что по конституции он может быть президентом до 2000 года, и никакие его родственники не будут во власти, никакие его родственники не будут его советниками, что он завершит свою карьеру в соответствии с конституцией Республики Казахстан, которая предполагала, что в 2000 году но султан Назарбаев завершит свою политическую карьеру в должности президента страны. В итоге он проводит досрочные выборы, объявляет об этом осенью 1998 года, загоняет фактически состав кандидатов в президенты подставных своих представителей. Был один представитель, как Акижан Кожигелин, который хотел участвовать в выборах, но он был снят с выборов, против него были возбуждены уголовные дела, была организована стрельба по его машине, он был вынужден бежать в Англию, где живет и по сей день. И реальным единственным кандидатом был представитель коммунической партии Серегболсын Абдильдин. Это были первые выборы, на которых участвовал хоть один альтернативный кандидат. До этого все кандидаты отсутствовали. Так вот, в реальности, я тогда работал в правительстве и общался с Акимем в областей, я могу вам четко сказать, что победителем, реальным победителем на этих выборах был Серегболсын Абдильдин. Я как министр могу об этом и сейчас сказать, и ранее я писал, что будучи членом правительства Нурсултана Назарбаева на выборах я свой голос отдал за Серегболсына Абдильдина. Потому что именно в этот период я окончательно для себя понял, что у Нурсултана Назарбаева другие планы. Он хочет обогатиться, он хочет свою власть продолжать и делать ее неограниченной и безмерной, и передать власть своим родственникам, что это не тот человек, с которым можно построить сильный и независимый Казахстан. Именно на этих выборах я свой голос отдал за Серегболсына Абдильдина. И вся моя последующая жизнь была нацелена на то, чтобы добиться смены этого режима и построить нормальную демократическую страну. Итак, первые выборы, которые прошли на хоть какой-то альтернативной основе, были фактически фальсифицированы. Реальным победителем был Серегболсын Абдильдин. Итоги выборов были тотально фальсифицированы. То есть, один человек, не имея за собой инфраструктуру, не имея огромных денежных средств, которыми обладал Нурсултан Назарбаев, который всю свою предвыборную программу финансировал за счет черных наличных денежных средств, осуществлял незаконные действия, нарушал даже те законы, которые сам же и подписывал, он сумел победить, используя фальсификацию на избирательных участках. Следующие выборы, вы знаете, проходили в 2005 году. Но в 2005 году были внесены поправки в законодательство различные, которые предполагали, что теперь президент может участвовать на выборах и быть президентом в течение 7 лет, не 5 лет. Итак, выборы прошли в 2005 году, следующие, и, казалось бы, после 2005 года следующие выборы будут в 2012 году, через 7 лет, в декабре. Но уже эти выборы реально были объявлены раньше, и они прошли в 2011 году. В 2011 году прошли в апреле, и следующие выборы прошли в апреле 2015 года. В апреле 2015 года, то есть, опять же, по закону предполагалось, что эти выборы пройдут в 2017 году, то есть досрочно. Каждый раз выборы проходили досрочно, или за год, или за два года. Теперь, ну, султан Назарбаев через средства масс информации как бы вбрасывает, что выборы якобы будут в 2020 году, в декабре. Но, как я объяснил, в декабре 2020 года невозможно, это будет нарушение действующего законодательства, что в реальности выборы могут по закону пройти только в декабре 2019 года. Но если человек 30 лет находясь у власти, все время проводил досрочные выборы, безальтернативные выборы, организовал различные референдумы, которые позволяли ему продлить власть на 5 лет, и ни разу за 30 лет того периода, пока Назарбаев находился у власти, не было выборов четко в срок, очевидно, что мы должны понимать, что и в этот раз выборов в срок не стоит ожидать. Итак, последний срок проведения выборов это декабрь 2019 года. Теперь, чтобы вы понимали, что сделал Назарбаев для того, чтобы выборы прошли досрочно, и чтобы он провел в область именно Даригу Назарбаеву. Дело в том, что осенью 2016 года он после того, как умер Ислам Каримов в Узбекистане, обеспокоенный, что власть, может быть, также будет им потеряна, членом его семьи, руководитель Центральной избирательной комиссии назначил, куда? Даригу Назарбаева, Бьерика Ямашева, бывшего того, в то время, министра юстиции. Центральная избирательная комиссия организовывает подсчет голосов на избирательных участках во всей стране. Это был дан сигнал, что Нурсултан Назарбаев готовится к передаче власти, точнее, не передаче власти, а встраиванию во власть своей дочери Дариги Назарбаевой, и, соответственно, чтобы на должности руководителя Совета национальной безопасности он мог дальше контролировать власть, но в случае неожиданной его смерти эта власть должна была перейти к клану Нурсултана Назарбаева через его дочь Даригу. Итак, сначала, осенью 2016 года главой Центральной избирательной комиссии был назначен Берег Ямашев, куда Дариги Назарбаевы. Дочь Берега Ямашева, Аида, вышла замуж за сына Дариги Назарбаева, Нурали, который сейчас живет в Лондоне. В 2017 году также были внесены поправки, очень важные. Многие из вас, конечно, не обратили внимания на эти поправки, я хотел бы их сейчас откомментировать. Поправки, они были следующие. Теперь на выборах на должность президента могут участвовать граждане, которые не менее пяти лет поработали на государственной службе. Это первое. Второе. Эти кандидаты могут выдвигать только зарегистрированные политические партии. Итак, получается, что для того, чтобы вы могли участвовать в выборах, вам нужно не менее пяти лет проработать на государственной службе. Это первое. Второе. Вы должны быть членом партии, зарегистрированных в Министерстве и Министерстве Казахстана. Мы все знаем, что в нашей стране существует семь зарегистрированных партий. Все эти партии провластные, они находятся под контролем Нурсултана Назарбаева. Ни одна партия не регистрируется без того, чтобы эта власть ее не контролировала. Еще. Существует якобы оппозиционная партия ОСДП, якобы оппозиционная партия Акжоу, якобы оппозиционная КНПК партия, якобы коммунистов. Настоящая партия коммунистов во главе с Абдилиным была закрыта, и сейчас существует фейковая партия во главе с Косарем. Это подставная партия, изображающая, что якобы они коммунисты. Это отдел партии Нур-Атана, но султана Назарбаева. Акжоу, так называемая правая партия партии предпринимателей, то же самое. Это партия, но султана Назарбаева, которая изображает, якобы, что она оппозиционная. И сама партия Нур-Атан, они все находятся в парламенте. ОСДП не находится в парламенте, ОСДП сейчас находится под контролем власти. Все ее действия четко регламентируются. В случае, если она каким-то образом выйдет из-под контроля, то ее будет регистрация отменена, эта партия будет ликвидирована. Итак, что мы имеем? Получается, для того, чтобы вы могли участвовать на выборах будущих, вам надо быть членом партии Нур-Султана Назарбаева. И вам надо успеть поработать на госслужбу 5 лет. Я хочу сказать, что все эти поправки, безусловно, направлены на то, чтобы управляемый был процесс выборов на должность президента. Все предыдущие выборы были организованы так, что были подставные кандидаты. Подставные кандидаты именно Нур-Султана Назарбаева. И в день выборов они свой бюллетень бросали в урну и говорили, мы голосуем за Назарбаева. Вот представьте, Мел Силюсизов такой кандидат был, якобы кандидат на должность президента. И он в последний момент голосует за кого? За Нур-Султана Назарбаева. Это что, кандидат, который хотел стать президентом, голосует за Нур-Султана Назарбаева. Такого, скажем, комикса, наверное, нигде невозможно в мире увидеть, то, что произошло в Казахстане. Даже в Северной Корее такого не было. То есть сам кандидат объявляет, что он голосует за Нур-Султана Назарбаева. И вот, что делает Нур-Султан Назарбаев. Таким образом, он хочет зарегулировать тотально любые риски, чтобы наши граждане могли исполнить свое конституционное право участвовать в выборах. Теперь самовыдвиженцев в стране не может быть. Но представьте себе, что наших, по заявлению самих же властей, государственных служб, чуть более 100 тысяч. Избирательным правом в нашей стране обладает около 12 миллионов человек. Получается, что в результате этих поправок эти 12 миллионов человек не имеют права участвовать на выборах. То есть фактически нарушено конституционное право человек избирать и быть избранным. Только одной поправкой, что человек должен проработать не менее 5 лет на государственной службе. То есть таким образом 12 миллионов человек просто вычеркивается из выборного процесса. Второе. Наши граждане, которые хотят участвовать на выборах, они должны быть членами политических партий Нусултана Назарбаева. Это еще одна возможность. Таким образом, практически 12 миллионов человек вырезается из политического процесса. Я хотел бы прокомментировать таким образом, показать, что Нусултан Назарбаев такими действиями решил вас, граждан Казахстана, быть избранными. Быть избранными не только выбирать, но быть избранными на высшие государственные должности нашей страны. Вы знаете, был период, когда из выборного процесса исключались женщины. Когда женщины не имели права голоса. Сейчас все стало еще жестче. Правым голосом не обладают уже почти все 12 миллионов граждан страны, имеющие право голосовать. Потому что для этого нужно поработать не менее 5 лет на государственной службе. А как это возможно, когда по заявлению самих властей у нас в госслужии всего лишь чуть более 100 тысяч человек? Это как возможно? Не могут же все 12 миллионов человек работать на госслужбе 5 лет? И второе, они должны быть обязательно членами партии но султана Назарбаева это тоже невозможно. Таким образом принят закон, который вообще дискриминирует, отбирает у наших граждан основные права избирать и быть избранными. Я хочу сказать, что это не конституционные законы, нарушающие международные права. В нашей конституции четко написано, что международные договора, которые подписал Казахстан, являются по своему статусу выше, чем внутренние законы нашей страны. Это право, кстати говоря, практически у всех стран мира. Международные договора по статусу выше, чем внутренние законы. Так вот, Казахстан подписал разные соглашения ООН. Я хочу сказать, что право каждого гражданина участвовать в ведении государственных дел, голосовать и быть избранными, иметь равный доступ, подчеркиваю, равный доступ в государственной службе. Это все закреплено в всеобщей декларации прав человека и юридически гарантировано статьей 25. Статьей 25 международного права, пакта о гражданских и политических правах. И это все, все соглашения, конвенции, подписанные Казахстаном. То есть, как вы видите, право 12 миллионов наших граждан нарушено. Нарушено нашими законами, нарушено фактически Конституцией и нарушено международными соглашениями, которые подписал Казахстан. Вы должны понимать, что эти выборы, которые сейчас пройдут в этом году, они уже заведомо нелегитимны. Президент, который будет в результате этих выборов в кавычках избран, будет нелегитимны. Все законы, которые будет подписывать такой президент будут нелегитимны. И я хочу всех отправить в интернет, чтобы вы почитали именно Международный пакт гражданских и политических прав, который подписал Казахстан. И хочу сказать, что здесь четко озвучено, что право относится быть избранным каждому гражданину страны, каждому. Без какого-то не было различий расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обязательства. Это право, которое озвучено в Международном пакте о гражданских и политических правах и который подписал Казахстан. Как вы видите, здесь существующим поправками введены ограничения на, если у вас другие политические убеждения, то вы не можете участвовать. Если у вас не было периода работы 5 лет на государственной службе, то у вас тоже это право отобрано. Есть еще масса других нюансов, на основе которых основная часть населения фактически отстранена от политической жизни страны, а именно право быть избранными на высшей государственной должности и участвовать в системе государственного управления. Таким образом, я вам все это показываю с одной целью, что шла тщательная подготовка для того, чтобы внедрить на должность президента страны Даригу Назарбаеву. И юридическая законодательная база Назарбаева подготовлена. Вы должны понимать, что это такая афера. Почему я сегодня в своем посте обозначил, что 19-й год аферист Назарбаев. Как вы видите, это вот такая тщательно подготовленная операция афериста Назарбаева. Я все время говорю, что это мафиозная власть, что во главе государства мафиозного стоит мафиози Нусултан Назарбаев. В мире вообще существуют разные мафиозные группы, которые контролируют тельные сферы деятельности человека, торгуют наркотиками, торгуют оружием и так далее. Но именно Казахстан и ряд стран СНГ являются именно мафиозными государствами, когда контролируется не только отдельный вид деятельности, но контролируется само государство, то есть само государство является мафиозным. И вот сейчас я могу констатировать на вот этих примерах, что Казахстан Казахстаном руководит мафиози Нусултан Назарбаев и еще аферист, который тщательно подготовил операцию по передаче власти именно как бы монархическим путем вывеска, что Казахстан демократическая республика, это просто вывеска декоративная вы все видите, что идет работа по встраиванию во власть членов клана Нусултана Назарбаева. И вы должны понимать теперь каким-то образом теми или своими действиями Нусултан Назарбаев будет добиваться этого. Что он будет делать? Ну во-первых он будет нас разделять. Когда в Караганде наши граждане требовали от права органов чтобы выполнена была законность что были наказаны виновные я еще раз хочу сказать что это власть вбрасывала используя те или иные разные настроения людей некоторые плохо понимающие некоторые плохо образованные будя фактически неизменные инстинкты людей эта власть была нацелена для того чтобы разделить нас сейчас именно как политической организации которая объявила свои цели задачи построения демократического государства именно добиться того чтобы смена власти произошла мирным путем сейчас в стране существует единственная организация которая действует именно как оппозиционная структура это демократический выбор Казахстана именно у демократического выбора Казахстана существуют четкие планы что мы выведем около пяти процентов населения это около миллиона человек и по примеру Армении мы добьемся мирной смены власти будет организовано временное правительство из тех людей которые участвовали в сопротивлении временное правительство сроком на 6 месяцев за это время будут ликвидированы партии Нусултана Назарбаева Нуратан Акжол КНПК и все другие партии они будут ликвидированы и у вас будет возможность организовать собственные партии хоть у вас в числе этой партии всего лишь три человека затем вы можете своим программам выйти к нашим казахстанским избирателям и набирать голоса и участвовать в выборах парламент именно парламент новые депутаты назначат правительство Казахстана именно депутаты примут новую конституцию Казахстана именно депутаты лишат права неприкосновенности и исключительных привилегий Нусултана Назарбаева членов его семьи когда он является неподсудным то есть он может убить ограбить сделать что угодно но он и члены его семьи являются неподсудными мы это отменим и отменят это депутаты которых вы изберете на честных справедливых выборов и когда не будет должности президента и мы как политической организации поставили себе цель и задачи объединить наших граждан объединить для того чтобы добиться мирной смены власти что будет делать власть власть будет создавать ситуацию напряженности самым различным способом межнациональную какие-то другие бытовые конфликты искусственно провоцировать так чтобы наши люди не могли обедняться по любому признаку как только будет консолидация общества как собственно это произошло в караганде когда протестующие начали группироваться обедняться туда были брошены разные провокационные лозунги которые фактически дискретировали бы этот протест и вы знаете в 86 году когда молодежь протестующие вышла и требовала объяснить почему в казахстане руководителем был назначен не представитель работающий внутри страны внутри казахстана а из ульяновска человек который вообще не знал что такое казахстан этот протест был подавлен при этом протестующих были квалифицированы как алкоголики наркоманы бандицы бандиты хулиганы и так далее также было в жанозене в 2011 году когда нефтяники 7 месяцев бастовали то власть их подавила искусственно среди них были внедренные провокаторы в неких спецодежда которые громили банкоматы затем они после всего этого куда-то пропали никого не нашли как вы понимаете если это были бы реальные люди то их быстро бы власть нашла это были провокаторы и затем власть начала демонстрировать какое-то самодельное оружие провокаторов что якобы были обкуренны наркоманы хулиганы и все прочее вот каждый раз эта власть будет делать такие действия для того чтобы разрушить возможность объединения возможность того чтобы люди консолидировались и добились главные цели построения нормального государства и поэтому вы должны понимать что когда происходят те или иные события когда так называемые голоса власти или такие структуры как жена казахстан начинает говорить что вот якобы мы будем строить новое общество начинает появляться внутри страны какие-то так называемые голоса общественные деятели вы должны понимать что внутри нашей страны эта власть за появление с голубыми шариками задерживает когда внутри страны появляется кто-то с одиночным пигетом этих людей задерживает то есть протест внутри страны затруднен все наши митинги все время сопровождаются массовыми задержаниями и вы понимаете что если какие-то люди выходят на пресс-конференции открыто как бы критикуют власть как бы делают ей замечания то вы должны понимать что такие люди в основном они представители власти которые создают видимость политической оппозиции реальные оппозиции власть не регистрирует и вы должны понимать что сейчас весь 2019 год будет направлен на то чтобы внедрить во власть Дарьгу Назарбаеву что должны делать мы мы должны объединяться есть политическая организация демократические выборы Казахстана есть инфраструктура социальные сети чат активист ДВК и другие возможности чтобы вы могли активно участвовать в политической жизни страны да сейчас это более скрытой форме более скрытой форме потому что на акции протеста не выходит десятки тысяч человек но они безусловно выйдут я вчера говорил что мы хотим построить сильные государства сильные государства строит сильный и независимый граждан страны сейчас мы слабое государство мы слабая нация слабая государство потому что мы по всем основным показателям выходим за 100, не 30, не 50 ведущих стран мира, как говорит султан Назарбаев, а за 100. Многие африканские страны нас обгоняют. Почему это происходит? Потому что во главе нашей страны находится, как я регулярно говорю, мафиози. Человек, который хочет только обогатиться, передать власть своим родственникам. Он не думает о стране, он думает только о своих богатствах, поэтому он входит в число богатейших людей мира. Но при этом граждане Казахстана являются в числе бедных, бедных жителей мира. И это связано с тем, что во главе государства находится вот такой человек. Если мы, нас 18 миллионов человек, не добились того, чтобы отстранили такого человека от власти, значит мы как нация слабая. Но слабые сейчас. Если кто-то говорит, что мы сильные, мы герои, вы не верьте ему. Потому что герои сильные не позволили бы этому человеку 30 лет обманывать 18 миллионов человек, 30 лет держать во власти свой народ. Сильный народ и сильные нации никогда бы этого не позволили. Сильные нации фактически за короткий срок изгнала бы из власти такого человека. Да, мы слабые. И этого не надо бояться. Это нужно дать оценку, чтобы завтра стать сильными. Чтобы стать сильным, мы должны объединиться. Мы должны мобилизоваться. Мобилизоваться во имя того, чтобы построить новую сильную страну. Программы политические есть. Эти программы, как политические, так и экономические, предполагают, что мы, граждане страны, должны вести себя как единые сильные нации. Не поддаваться различным провокациям, инсинуациям этой воровской власти. И объединиться вместе с политической организацией, демократические выборы Казахстана. Мы, как общественное движение, добьемся смены режима. А затем вы можете создавать свои партии, выходить со своими любыми платформами, бороться за голоса избирателей и привести во власть своих представителей в парламент страны. Мы, как политическая организация, предлагаем поддержать общественное политическое движение, демократические выборы Казахстана и вместе с нами добиться перемен. И вместе с нами стать сильными. Станем сильными мы, граждане этой страны, станет сильным само государство. Я на сегодня завершаю свой эфир. Еще раз я хочу сказать, что именно 2019 год будет ключевым. Именно 2019 год будет ключевым, потому что именно в 2019 году Мурсултан Назарбаев будет проводить досрочные выборы президента. Именно в 2019 году он будет пытаться встроить во власть и назначить президентом страну свою дочь Даригу Назарбаеву. И именно в 2019 году мы должны помешать реализоваться этим планом. Именно в 2019 году мы должны максимально объединиться. Именно в 2019 году мы должны добиться смены режима Нусултана Назарбаева. Потому что так жить нельзя. Я на сегодня завершаю свой эфир. Вы должны понимать, что именно 2019 год является ключевым. Именно 2019 год все события будут направлены на то, чтобы Нусултан Назарбаев провел во власть свою дочь Даригу Назарбаеву. И вы наблюдаете за средствами массовой информации, наблюдаете за всеми так называемыми общественными деятелями. Смотрите вторую часть, вторую часть их мыслей. Не обманывайтесь, не поддавайтесь провокациям. Алга, Казахстан.